Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. Сегодня очень жарко, наступило наконец-то лето и мы решили, что необходимо сделать обзор пляжей. Мы находимся в городе Владивосток, на самом популярном пляже Шамара. И сегодня мы сделаем обзор, покажем вам, что тут есть вообще. Ну, как видите, очень много народу, я надеюсь, вам видно, да, задний план. Ну, пойдемте посмотрим, что тут есть вообще и как тут. Друзья, немаловажно, что здесь есть много парковочных мест, хорошая парковка. Стоит это 200 рублей в день, то есть ставишь машину и идешь купаться, загорать. Немаловажно. Очень много кафе. Вижу бар-ресторан, очень, я думаю, там вкусно кормят. Ну, красивый вид такой, круиз в виде такого лайнера. То есть можно пообедать. Тут же я вижу бар под открытым небом с прохладительными напитками. Много туристов, я смотрю, приехала к нам в гости в Приморье. То есть если вам жарко, можете пройти что-нибудь выпить прохладительного. Пойдемте дальше, посмотрим, что там. Какой песок, какая водичка. Друзья, удобный доступ на пляж, то есть удобная ступенька, комфортная. А также я вижу спуск, удобный для мамочек с колясками или инвалиды могут комфортно добраться до побережья самого. Очень горячий песок, я разулась. Горячо прям нереально, хочется прям в воду уже скорее. Ну, песок с камушками, конечно. Ну, достаточно комфортно идти. По всему побережью много детских вот таких площадочек. То есть пока мамы загорают кверху попами, можно ребенка отдать сюда. Дети играют, в общем. Там батуты вижу, водные аттракционы, горки всякие с бассейном. Пойдемте посмотрим, какая вода. А также на пляже я вижу раздевалочки есть по всему побережью, то есть можно переодеться. Мне интересно, где они берут зонтики? Лежаки и зонтики. Надо узнать. Где-то наверняка есть прокат, потому что я не думаю, что с собой люди привозят это все. Надо узнать, и сколько стоит. Итак, мы нашли, где взять в прокат. Лежак 150 рублей стоит. Это на весь день, да? Мужчина на весь день? Да, на весь день. И зонт тоже 200 рублей. То есть, ну, можете также свою тряпочку постелить, там полотенчик или что. Обычно берут. Друзья, хочу сказать, что очень приемлемая цена на лежак на весь день. Это вообще недорого. Я знаю, что нас смотрят люди из Крыма и из других курортных мест, да? Напишите в комментариях, сколько стоит у вас в аренду взять лежак, зонтик. Очень интересно сравнить. Пойдемте дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А также хочу заметить, что на этом пляже выставляются флаги. То есть, желтый флаг сейчас стоит, купаться можно. Когда красный флаг, купаться очень опасно, то есть, нежелательно. А также работают спасатели, что немаловажно. То есть, в принципе, можно себя чувствовать в безопасности на этом пляже. Но бдительность все равно соблюдать, осторожность нужно. Друзья, шли мимо и увидели вот такой замечательный аттракцион для деток. Прям так хорошо они купаются. Здесь такие лодочки. Можно и на водных... ой, водных этих... Надувных игрушках, в общем, поплавать. На сколько килограмм рассчитаны, интересно, эти лодочки? И какая цена? Давайте спросим. Сколько стоит и сколько минут? Глубина там небольшая. То есть, даже если ребенок упадет, будет, я думаю, не опасно. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, сколько стоит ваш аттракцион, вот это купание, вот это катание? 250 рублей 20 минут. 250 рублей 20 минут. В принципе, приемлемо. За 20 минут можно так накупаться. Я бы сейчас в СБС прям легла бы, если честно. Жара. Интересно, сколько градусов сегодня жары? Ой, мне уже становится дурно, я в черном. Ладно, пойдемте дальше. Итак, друзья, мы побывали с вами на первом пляже. Вот до сих пор он продолжается. Сейчас начинается второй пляж. Посмотрим, что там. Ну, здесь я уже вижу такие более кафешки-забегаловки. Простите меня за сленг. Там более как-то цивильно, да? Вот этот круиз-ресторан, летучая рыба. Ну, посмотрим. Зашли мы на первый пляж, но мы сейчас в зоне отдыха, так скажем, и еды. Закусочные всякие. Я вижу чебуреки. Посмотрим, какое масло у них. Ну, чебуреки аппетитные. Ну, масло... Ну, есть нагар немножко, ну, так вроде желтое еще, не черное. Зато значит, что они его меняют. Можно есть. Взял чебурек, и вот тут такие есть зоны топчаны, по-моему, это называется. Можно тут же покушать, насладиться видом на море. Легкий бриз подул, хорошо здесь. Вот я вижу меню. Чем здесь кормят? Казан, кива, плагман, плов, манты, пельмени, долма, шурпа, хачин, борщ. Цены не вижу. Вот меню, да? Да, это меню ваше. Салаты всякие различные. Ладно, сейчас посмотрим. Самое популярное. Что такое жиз-говядина? Жиз-гурский. Жиз? Кто какой? Говядина, уйгурский. А что там? Какая она, острая? Нет, чисто говядина и все. Цена 400 рублей за 250 грамм. Так, шашлык. Шашлык из баранины 450 рублей. А из свинины есть шашлык? Да. А я не вижу, где? А, вот он. Из свинины шашлык 350 рублей стоит. Ну, в общем, 300, 350, 400 рублей. Можно поесть. Спасибо. Спасибо. Хачины вижу. Творог с зеленью, сыром и картофелем. 250-300 рублей цена. Блинчики есть. Ну, такой перекус, да? Кто не боится углеводов, можно перекусить. Пойдемте дальше, посмотрим. Вижу вкусный барчик с мороженым. Картадор фирмы. Мороженое вкусное, очень аппетитное. Яркое такое, желтое, синее, клубничное, розовое. А также напитки. Кофе. Кофе, кукуруза, да, у вас? Да. Угостить. А прохладительное что-нибудь есть? Коктейли. Коктейли различные. Яблоко в карамели вижу. Какую цену яблоко в карамели? 100 рублей. 100 рублей. Ага, понятно, спасибо. Бар у Нельсона. Угу. Спасибо. Пожалуйста. На здоровье. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня Саша зовут. Меня Нельсон. Очень приятно. Что вы здесь предлагаете еще раз? Извучите, пожалуйста. Да, все, что видите. Кофе, коктейли, кукуруза, яблочки в карамели, мороженое, поп-корн, вапу. Да, очень все вкусно, да? В общем, здесь самые приемлемые цены, самые вкусные прохладительные напитки. Рекомендуем именно бар у Нельсона. Да, в 3 девятках стоит мороженое вот это как-то дорожное. А, да? Да. Второй пляж. Приходите. Спасибо. Пожалуйста. Целый коридор кафешек с обеденными зонами. В Тиньке очень комфортно. Можно прийти и перекусить. Здесь пальмы. Прям как на Пхукете. А вот здесь вообще такой стильный барчик. Я вижу, кальян есть. Музыка. Фламинго на входе нас встречают, да? Меню. Давайте посмотрим, что здесь предлагают нам. Шашлык из свинины. 350 рублей. Куриная ассортируем. 300-250 рублей за что это. В принципе, недорого. Можно кушать. Гречка с грибами даже есть у них. Одинаковое меню. Ну и тут еще много всего. Самое популярное блюдо открыто просто. Пельмени даже есть. Манты с говядиной 250 рублей. Рис с овощами. Хачин 250 рублей. А там 300. То есть здесь даже дешевле. Так. Это тандир. Ставлю шашлык. Все. Мы зашли перекусить. Нам принесли вкуснейший шашлык. Он у меня вызывает аппетит. Прямо такие большие куски. Приятно пахнет. Прямо сейчас буду дегустировать, пробовать. Соус какой-то очень вкусный. Манты. Рис. Приятного аппетита. Сейчас еще зелень принесут. Огурчик. Будем пробовать. Как оно? Ой. Мясо сочное. Свинина. Сейчас попробуем. Мясо правда вообще очень вкусно. Нежное. Очень, ребят. Не знаю, как называется кафе. Вот это, где мы сидим. Спрошу название. Аж с ними не секут. Напишу вам в комментариях. Написание под видео. Приходите сюда. Вкусный шашлык. Стоп-камера. Ребят, итак, подведем итоги. Шашлык из свинины был у нас. Очень изумительного качества. Вообще просто. Его даже можно было не резать. Пожалуй, такое я не ела давно. А возможно, даже никогда. Всем советую. Такой шашлык. Стоил он 350 рублей. Хинкали стоили 250 рублей. И рис 100 рублей. Вот. Соусы нам подали. И напитки мы колык или еще там что-то. Чай, по-моему. За все это мы отдали 800. Сколько? Память девичья. 825 рублей. В принципе, нормально. Ну, так мы поели. Все, мы поели. Пойдем дальше гулять. Ребят, в общем, вся улица по всему побережью состоит из кафе разного уровня, разного типа. То есть можно пройти как на улицу покушать, так и разместиться вот в таких вот, не знаю, беседки, домики под открытым небом, да? И вот конца края не видать, и буртучи всякие, и чебуреки на улице тебе жарят, и шашлыки, и всякие-всякие хачаны. В общем, разнообразие. Ешь, что хочешь. Я уже объелась. Пойдемте на море. Ребят, я уже просто расплавилась, сил больше нет. Под этим солнцем, у меня еще и голова черная, вообще просто уже от жары умираю. Пойдемте скорее посмотрим температуру воды и спробуем. И песок. Пока я разуваться не рискую, потому что очень горячий песок. Очень. Ну, пойдемте. Мне всегда кажется, что сейчас прям нырну. Ну, честно, я купаюсь только в августе, когда уже полно виду. Вот, мне полонно, реально. Я, наверное, даже не окуну. Вот, мне полонно. Видишь? Вот. Телекот. Полонно. Полонно. Телектора. Ребят, ну вода на первое ощущение, когда заходишь, кажется очень холодной, ну это потому что мы перегрелись на солнце, да? Ну, пожалуйста, я вообще не зайду, но, быть честно-честно, еще и не окунулась, посмала только вот так, но вот теперь оно мне кажется нереально тепло, потому что я окунулась, дно моря, хочу сказать, что оно каменистое, то есть нужно аккуратно, чтобы не повредить ее пальцы, ноги и так далее. В общем, камушки есть на дне, не прям песок-песок. Ну, цвет воды, ну там дальше, наверное, по прозрачке будет, но так же, ну, естественно, вода нутная, людей много. Ну, это все равно хорошо, что мы живем при Москве. И несмотря на то, что сегодня четверг, будний рабочий день, просто побережье все усыпано людьми, отдыхающих очень много, вот если туда посмотреть, прям густо-густо. Люди, люди, люди. Все отдыхают, купаются, много детей очень. И еще хочу спросить ваше мнение, как вы относитесь к людям, к девушкам, которые загорают топлес на пляжах, на общественных пляжах? Вообще, допустимо это или нет, так как здесь много детей? Как вы на это смотрите? Пишите комментарии. Сегодня мы специально не стали снимать топлес девчонок, так как ютуб-канал это не пропустит, забанят. Как вы к этому относитесь? И кто знает, напишите комментарии, есть ли в Владивостоке пляжи, мудистские пляжи, есть они вообще или нет? Пишите комментарии. Ребят, здесь же на территории есть вот такая замечательная зона с домиками, евродомики здесь. Насколько я знаю, там, ну вот они двухэтажные, да, видно. Там кухня, спальня, там ковролинчик, так все уютненько. Детские площадки перед домиком. Там море в шаговой доступности, то есть вот за этим зеленым забором сразу же море. То есть очень комфортно, удобно. Здесь же кафе, супермаркет, в котором есть вода, еда, этот бар еще есть, а также здесь же на территории есть баня, баня, сауна, что-то такое тоже для отдыха, для релакса, да. То есть очень-очень здесь мне нравится. Хорошо прям. Как будто где-то за городом. Если бы не посторонние шумы, вечером, наверное, это вообще прекрасно. Такой газончик, я даже разулась. То есть если по морю мы ходили, девчонки вот так бежали, разулись какие-то. Песок очень горячий, то здесь с комфортом можно походить босиком. К сожалению, в городе у нас нет таких зон, ну в нашем городе, по крайней мере, точно, где можно было бы посидеть на травке. Будем ездить сюда. Смотрите, в нашем следующем выпуске поедем в какое-нибудь еще крутое, уютное место. Покажем вам. Приезжайте к нам в Приморье отдыхать. У нас очень-очень хорошо. Ребят, наш выпуск подошел к концу. Надеюсь, он вам понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте значок поделиться и колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Сезон открыт, в моем случае купальный. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok